Первое судебное заседание в процедуре банкротства физического лица, нужно ли должнику ходить в суд? Опять же, если суд требует явку обязательной, ваш интерес может представлять юрист. Важно знать, финансово-управляющим в процедуре банкротства будет держаться, скорее всего, в нейтральной позиции. Первое судебное заседание в процедуре банкротства физического лица, нужно ли должнику ходить в суд? Всем привет, с вами на связи Наталья Катраева, опытный электражный управляющий, эксперт банкротства физлиц, завершила более 250 процедур по всей России, а также обучая юристов. В этом видео я разберу частые вопросы должников, нужно ли ходить в суд при рассмотрении дела о несостоятельности банкротства, а также нужно ли участие юриста в деле о банкротстве. Досмотрите видео до конца, там, как всегда, будет самое интересное. Я расскажу, когда суд с вас списывает долги, чтобы у вас было понимание, когда кредитор может подать ходатайство о неосвобождении вас от долгов, и когда в действительности важно будет участие в судебном заседании. Сейчас я разберу в двух словах схему списания долгов через банкротство, чтобы у вас было понимание, когда будет первый суд, когда будет суд по списанию с вас долгов, и нужно ли ходить в суд. Итак, первый этап. Нужно определить, подходит ли вам банкротство. Это отдельная составляющая. Я рекомендую получить консультацию у моего специалиста. Контакты будут в описании, если вам нужна помощь, и вы не понимаете, подходит ли вам банкротство. Или, возможно, вы консультируетесь уже с другим юристом и понимаете, что вам подходит банкротство. Далее, это второй этап. Вы прекращаете расчеты со всеми кредиторами. У вас должны быть признаки неплатежеспособности, то есть вы должны перестать всем платить, и начинаете готовиться к банкротству. Третий этап – это сбор необходимых документов в соответствии с законодательством. Кстати, на тему, какие нужны документы для банкротства, у меня есть отдельное видео, ссылка будет в описании. Четвертый этап – это документы подаются в арбитражный суд по месту вашей регистрации, посредством Почты России, либо посредством электронного способа через мой арбитр. Пятый этап – это как раз суд принимает ваши документы к производству и назначает дату первого суда. В интервале от 15 дней до 3 месяцев. Шестой этап – первый суд. Вот как раз я разберу сейчас вопрос, нужно ли на него ходить. Ответ. В суд ходить не обязательно, а даже, я бы сказала, не нужно. Почему? Суд в дате первого суда просто признает ваше заявление обоснованным и вводит одну из процедур. Это либо реструктуризация долгов, либо реализация имущества, когда суд вас признает банкротным. В двух словах, реструктуризация долгов в ней страшного и ничего нет. У меня есть также отдельное видео на тему реструктуризации, ссылка будет в описании. Суд просто удостоверится, что вы не можете восстановить платежеспособность и не сможете погасить вашу задолженность за 3 года. И суд признает вас несостоятельным банкротом. Процедура реструктуризации долгов длится до 6 месяцев. Как правило. Процедура реализации имущества простым языком – это когда суд признает вас несостоятельным банкротом. Процедура длится, как правило, до 6 месяцев. Может продлеваться. По завершению этой процедуры от долгов вы освобождаетесь. Важно знать, если у вас нет никакого имущества, то, соответственно, ничего реализовано в процедуре банкротства и не будет. Сильное заявление. А также, единственное жилье, оно неприкосновенно, кроме ипотеки. Хоть квартира, хоть дом, земельный участок. Поэтому с даты первого суда долг с вас еще не списывается. Вы просто признаетесь несостоятельным банкротом или суд вводит процедуру реструктуризации долгов. Суд также утверждает финансовоуправляющую в вашем деле. И суд 100% признает ваше заявление обоснованным, если у вас есть задолженность, которая подтверждается справками о размере долга или решениями суда или иным способом. И эта задолженность не погашена в дате судебного заседания. Исключением может быть тот факт, что суд требует явку обязательно именно в дату первого суда. Как правило, это связано с тем, что очень много вопросов по вашим обстоятельствам дела, много, так скажем, темных пятен или на усмотрение суда. На практике это происходит крайне редко. Опять же, если суд требует явку обязательной, ваш интерес может представлять юрист в вашем деле о банкротстве. Что касается моей команды, я своей командой, также знаю, многие юристы работают абсолютно так же, арбитражные управляющие, работают по всей России. А судебные заседания при необходимости, если суд требует явку обязательной, мы проводим посредством видеоконференц-связи. А также в крупных городах у меня есть юристы, партнеры, которые могут представить интересы моего клиента. Хочу попросить каждого из вас, кто смотрит это видео, подписаться на мой канал, поставить лайк. Меня это мотивирует больше для вас записывать полезного контента. Также я регулярно из своих подписчиков провожу прямые эфиры и отвечаю на вопросы. Поэтому поддержите меня, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Это можно сделать и после просмотра видео. Когда суд списывает долги, встает закономерный вопрос. В дату судебного заседания по рассмотрению отчета финансового управляющего. Простым языком, в последнюю дату судебного заседания, то есть через полгода плюс-минус момента признания вас несостоятельным банкротом. Как раз к этой дате судебного заседания финансовый управляющий предоставляет в суд отчет о проделанной работе, проведенный финансовый анализ по вашему финансовому состоянию. Можете восстановить платежеспособность или нет. Далее это реестр требований кредиторов. Различные заключения, ответы из госоргана по вам, по супругу при наличии и так далее. И суд в эту дату судебного заседания процедуру банкротства завершает и определяет. Применить к вам правила об освобождении от обязательств на основании пункта 3 ст. 213.28 или не освободить вас от долгов. Важно знать, если во время процедуры банкротства ни один из ваших кредиторов не подали ходатайство о неприменении правил об освобождении вас от долгов, то суд без проблем завершит процедуру вашего банкротства и от долгов вас освободит. Здесь участие ваше также не требуется и участие вашего юриста не требуется, так как ходатайство о неосвобождении вас от долгов подается вашим кредиторам заблаговременно. И вы, финансовый управляющий ваш юрист, будут знать, что кто-то из кредиторов подал ходатайство о неосвобождении вас от обязательств. Сейчас минута рекламы и после нее я вам расскажу, когда кредитор может подать ходатайство о неосвобождении вас от долгов и нужно ли тут участие юристов. Чем я могу быть для вас полезна? Во-первых, это проведение процедуры банкротства под ключ по всей России до результата. Консультация бесплатная на предмет подходит ли вам банкротства. Далее, это для граждан, у которых нет денег на юристов или кто хочет сэкономить на юристах до 100 тысяч рублей, у меня есть курс по самостоятельному банкротству, где вы с помощью поддержки моего юриста проведете процедуру банкротства до результата. Также предоставляется кандидатура надежного финансового управляющего. Далее, для тех граждан, у кого вообще нет денег на юристов, у меня есть лекция по самостоятельному банкротству, с помощью которой вы разберетесь, как самостоятельно инициировать процедуру. Также я даю рекомендации, как найти арбитражного управляющего и образцы всех необходимых документов. И в-четвертых, я обучаю юристов нюансам банкротного дела. Юриста, я знаю, что вы смотрите мои видео. Все подробности, чем я могу быть полезна, в описании к этому видео. Еще раз повторюсь, что ваш кредитор может подать ходатайство о неосвобождении вас от долгов в любой момент в рамках проведения процедуры вашего банкротства. Если кредитор подает соответствующие ходатайства, то здесь я рекомендую, чтобы юрист ваши интересы представлял. Во-первых, юрист будет готовить отзыв на соответствующие ходатайства. Во-вторых, юрист также сможет представить ваши интересы либо лично, либо посредством онлайн-доседания, посредством видеоконференц-связи. Важно знать, в финансовоуправляющих в процедуре банкротства будет держаться, скорее всего, нейтральной позиции. Скорее всего, он отправит отзыв в суд, что на усмотрение суда освобождать вас от долгов или нет. Я даже не знаю, что сказать. Поэтому здесь-то и требуется участие юриста, чтобы юрист отставил ваши интересы в деле о банкротстве. Не нужно надеяться на то, что если финансовоуправляющий написал ходатайство о завершении процедуры и просит освободить вас от долгов, и при наличии соответствующего ходатайства от кредитора суд 100% от долгов вас освободит. Нет, суд будет рассматривать обоснованность ходатайства вашего кредитора. И если кредитор докажет, что вы, к примеру, действовали недобросовестно, или злоупотребили правом, или на основании пункта 4 статьи 213.28 докажет обстоятельства, предусмотренные этим пунктом, а также будет ссылаться на статью 10 Гражданского кодекса, что вы реально злоупотребили правом, в этом случае суд может, ключевое слово может, от долгов вас не освободить. На самом деле практика складывается сейчас следующим образом, что крайне редко суд от долгов не освобождает. Поэтому я настоятельно рекомендую, если у вас есть сомнения касаемо вашей добросовестности, к примеру, вы подделывали документы через брокеров, когда отрамили кредит, или предоставили вашему кредитору недостоверные сведения, или у вас какие-то вопросы по вашим сделкам, или вы хотите как-то сохранить активы, не знаете, как это правильно сделать. Вот, при подобных обстоятельствах, чтобы быть уверенным, что суд за вас долги спишет, я рекомендую привлекать к участию в деле юристов, экспертов, которые специализируются на банкротстве физлиц. В этом могу помочь я и моя команда. На этом по теме видео все. Если было полезно, поддержите меня, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, задавайте вопросы в комментариях, я лично на них отвечаю. До встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok